Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить про муниципальные гранты. На студии находится заместитель мэра города Благовещенска Виктория Андреевна Хопатько. Здравствуйте, Виктория Андреевна. Тема муниципальных грантов для нас практически неисчелпаема, потому что каждый год прибывают новые люди, грант увеличивается. Вообще, в принципе, сумма поддержки и Благовещенска в этом отношении действительно является одним из лидеров. Наш опыт уже перенимают, у нас учатся. Правильно? Правильно. Причем нужно сказать, что в первую очередь это такая очень эффективная управленческая технология, которая позволяет решать вопросы социально-экономического развития непосредственно городского округа с привлечением инициативных благовещенцев. Это самое главное. А уже во вторую очередь, конечно же, это реализация, по сути дела, задуманного, запланированного, может быть, реализация какой-то мечты отдельного гражданина или целой большой общественной организации, социально ориентированной, ну, либо муниципальной организации. Виктория Андреевна, муниципальные гранты – это три большие достаточно категории, да? Да. Давайте расскажем вообще, куда могли подавать в этом году. Нужно отметить, что в течение 15 лет самым маститым муниципальным грантом, конечно же, является грант администрации города Благовещенска. Далее в течение 9 лет реализуется муниципальный грант в сфере культуры, ну и в течение 3 лет реализуется муниципальный грант в сфере молодежной политики. Вот такие три больших кита, которые у нас сейчас имеются в сфере проектных технологий в городском округе, они базируются как раз на поддержке самых инициативных, самых неравнодушных наших граждан. Нужно отметить, что помимо того, что это уже определенный накопленный опыт в сфере поддержки некоммерческого сектора, но это еще и такое устойчивое развитие решения вопросов местного значения. Мы все знаем о 131 законе, и проведя вот такой анализ, какие же вопросы местного значения мы решаем, вот как раз с помощью муниципального гранта в различных сферах, мы выяснили, что это порядка 25%, четвертая часть вопросов. Сюда относится и организация досуга, и библиотечного обслуживания, и организация работы с молодежью и детьми, и организация развития массового спорта, и туризм, и популяризация сохранения культурно-исторического наследия. Вот эти все вещи и так далее, можно перечислять дальше. И самое главное, что понимая, что данные проекты реализуются достаточно эффективно, администрация ежегодно увеличивает финансирование. И если говорить в сравнении с 2019 годом, к примеру, на все инициативы в 2019 году было выделено порядка 3 миллионов рублей, то в этом году, к примеру, финансирование в 3 раза больше. 8 миллионов 300 тысяч разыграно по вот этим трем направлениям. И по большому счету сейчас город Благовещенск находится в такой активной фазе. Два направления уже определились с победителями, и, по сути, проектировщики приступили к работе. А еще одно направление – участники ждут результата конкурсной комиссии. Действительно, получается, инициатива граждан, она порождает вот такую вот ответную реакцию, что финансирование увеличится, и профессионалы уже вырастают. Уже вырастают люди, которые могут это делать на высоком уровне. Конечно, причем мы показываем свою эффективность, как долгосрочными проектами, которые, допустим, сначала рождались просто как инициатива отдельных общественных организаций, а теперь это стало уже традицией доброй и достаточно востребованной, к примеру, «Цветы на воде» или даже «Свеча памяти». Все они выросли из проектных технологий, непосредственно из муниципального гранта. Или еще раз подчеркну, детство на Амуре, гуляние на Большой. К примеру, тот же «Бег к мечте», тоже грантовская технология, которая, кстати, уже получила теперь поддержку и президентского гранта. Это еще один эффект, вот такой достаточно значимый. Действительно, вот никто не учитывает, да, не всегда грантовых средств хватает на все, но можно же привлекать и другие гранты. Этим пользуются уже многие, потому что на этом опыте муниципального гранта они научились, освоили технологию и продолжают развивать. По большому счету, опять же, возвращаясь, если к аналитике, то за 15 лет муниципалитетам поддержано порядка 650 инициатив, представляете, более чем на 55 миллионов рублей, но привлечено в социально-экономическое развитие непосредственно за счет вот этой проектной технологии в три раза больше денежных средств, порядка 180 миллионов рублей. Это без учета, конечно же, проектов еще президентского гранта, а сейчас они очень активно развиваются. Поэтому данная методика позволяет не только привлечь граждан, благовещенцев к решению вопросов местного значения, но еще и вносит вклад в целом в развитие социально-экономического положения целого городского округа. И это очень важно. Виктория Андреевна, я сказала, что уже профессионалы вырастают на муниципальном гранте, действительно, которые с года в год участвуют. Но что касается обновления, это же тоже такое неизменное обязательное условие, чтобы это продолжалось. Обновление ежегодно происходит, то есть прибавляются новые люди? Конечно. И опять, вот здесь хорошо, что задали такой вопрос, потому что еще один из эффектов проектной технологии – это появление совершенно новых социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть город Благовещенск уже подошел к такому этапу, что именно проектные технологии стимулируют создание организации. Когда муниципальный грант реализуется стабильно, в течение нескольких лет, творческое, спортивное, общественное сообщество понимает, что возможно привлечь денежные средства, и начинают регистрироваться как юридические лица. И ежегодно у нас идет обновление, появляются новые некоммерческие организации. Ну, естественно, есть определенное требование, что в течение года они должны просуществовать для того, чтобы принять участие уже в данных конкурсных процедурах, и получают денежные средства на свои инициативы, вот такую поддержку. Это очень важно. Ну и потом, вы знаете, конечно же, это еще и школа определенная, когда, конечно же, повышается образовательный уровень, потому что это совершенно непростая задача написать проект, а потом его еще и качественно реализовать. Поэтому это, конечно же, обучение, и у нас практически большая часть муниципальных служащих, конечно же, такое обучение прошли. Весь некоммерческий сектор, который является участниками, постоянно обучается. Далее организации социальной сферы, которые принимают активное участие, тоже находятся в постоянном обучении. И, кстати, в этом году еще присоединяется и будет проводиться муниципальный грант и в сфере образования, и три организации. Это школа, это учреждение дополнительного образования, это детский сад получат победители финансирования, да, для реализации своей идеи, своего проекта, связанного с благоустройством территории. Это тоже очень важно. Поэтому это и образовательный компонент. И опять же, это активное участие в жизни всей страны, потому что президентский грант позволяет нам это сделать. И самые такие, наверное, кропотливые проектировщики, те, которые уже набили руку на муниципальном гранте, подавая свою заявку на президентский грант, обязательно там побеждают. И этому есть масса примеров. Виктория Андреевна, не могу еще не спросить одну вещь. Это мое личное наблюдение, но думаю, что очень многие на это обращают внимание. За время существования муниципального гранта муниципальные предприятия выступают соискателями наряду с инициативными гражданами. И это казалось странным даже несколько, что кажется, муниципальным предприятиям и так должны просто выделять деньги. Но они вынуждены доказывать, что их идея действительно достойна на абсолютно одном уровне со всеми. Я так понимаю, что так как сейчас вы расширяете еще круг соискателей, значит, это работает? Конечно. Конечно же, это создание такой своеобразной конкурентноспособной среды, когда ежегодно нужно доказывать свою состоятельность и показывать гражданам, что мы нужны, мы важны. И по сути дела, вот эти интересные проекты как учреждений, так и организаций еще и имеют тенденцию потом к объединению. Это настолько объединяет различные структуры. Ну, вот, к примеру, один из последних проектов, который мне удалось посетить, это библиотека-музей по созданию непосредственно экспозиций, связанных с 75-летием Победы. Так вот, там задействовано не только и не столько библиотечное сообщество, сколько все музейные пространства города. Благовещенский военкомат, далее творческое сообщество художников и так далее, и так далее. Можно перечислять очень долго. Виктория Андреевна, правда, спасибо огромное вам за интересное интервью. До скорой встречи. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Виктория Хопатько, заместитель мэра города Благовещенска. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова